привет добро пожаловать в новое видео спасибо огромное за любовь и поддержку что дарите нам позволяя выпускать новые видео о повседневной психологии что же давайте начнем придаете ли вы большое значение словам которые говорят вам незнакомцы не важно что вы делаете или говорите как вы себя ведете и какие принимаете решения у людей всегда будет свое мнение о вас и если вы будете принимать это близко к сердцу то позволите чужому мнению не только обижать но и часто определять кто вы есть конечно наши беззащитности гиперчувствительность обусловлены травмами которые мы переносили в раннем детстве или беспечными и грубыми родителями но не только поэтому социальные медиа тоже установили широкие идеализированные требования о том какими мы должны быть но если вы прекратите беспокоиться о том что думают другие что произойдет тогда вариантов много но одно известно точно вы почувствуете себя гораздо легче и станете счастливее вот шесть способов перестать беспокоиться о том что другие люди думают о вас номер один не всем есть дело до вас как много усилий вы прилагаете чтобы понравиться всем волнуетесь ли вы о том какое впечатление оставляете у нового знакомого правда в том что все страдают от неуверенности но они могут быть слишком заняты чтобы сразу же распознать ее у вас так что вероятнее всего они беспокоятся по поводу тех же самых вещей много думают о семье работе да о чем угодно вместо того чтобы составлять мнение о вас это может прозвучать жестко но мысль что далеко не все взгляды направлены на вас дарует облегчение не так ли номер два кем вы хотите быть придаете ли вы слишком много значения мнению других людей о вас насколько для вас важно соответствовать собственным стандартам ваше мнение единственное мнение которое должно вас волновать важность чужого мнения должна зависеть от характера ваших отношений с конкретным человеком позволяя чужому мнению влиять на вас и доминировать вашей жизни вы тем самым вручайте другому человеку свою силу и свободу воли если вы можете смириться с этим спросите у себя чего вы хотите и что вам нравится вы делаете этот выбор исключительно для того чтобы произвести впечатление на других даже с этой точки зрения ваши решения помогут вам стать более уверенными в себе номер три примите свои недостатки вы стремитесь к совершенству это добровольно или вас вынуждают такое стремление бесполезно когда вы сильно обеспокоены чьим-то мнением это наносит ущерб вашей самооценки и уверенности некоторые негативные оценки о нас самих укореняются в подсознании с детства борьба с этими мыслями может быть трудной так как вы усвоили их и действовали все время основываясь на прошлом ошибочном мнении единственный путь сломать эти оковы это принятие себя само принятие это путешествие внутрь себя чтобы безоговорочно принять все стороны своей личности путешествие будет трудным потому что требует осторожно двигаться по тонкой грани принятия и удовлетворенности это работает как строительный блок для улучшения самооценки и личностного роста 4 не беспокойтесь по мелочам читали ли вы тонкое искусство пофигизма ярко-оранжевая книга с черным жирным заголовком соответствии с обложкой книга представляет смелые идеи на пятой странице находится простая но сильная мысль одна из первых теорий заявляет секрет счастья быть избирательным в том что вам не безразлично это откровение не новое но повторение поможет переосмыслить и посмотреть на вещи с другой стороны концентрируя внимание на бессмысленных вещах и беспочвенных беспокойствах вы забываете о наиболее важном 5 примите что вы будете нравиться не всем как говорила джейн остин это общеизвестный факт в жизни некоторые люди будут любить вас некоторые нет и это нормально ваша уникальность и качество которыми вы обладаете делают вас теми кто вы есть это настоящее испытание нелегко сталкиваться с тем кто относится к вам плохо но большую часть времени это их личные мысли и только их которые никак на вас не влияют в жизни будут люди которые примут вас целиком которые будут заботливыми и добрыми это будут люди которые заслуживают провести с вами жизнь и 6 примите вызов вы боитесь совершать ошибки вы склонны к когнитивным искажением и негативному мышлению эта черта сформировалась эволюционно чтобы защитить наших предков от опасности однако она часто мешает продолжать делать вещи которые вам нравятся из-за ошибок в конце концов вы боитесь выглядеть глупо но ошибки будут всегда избегать их бесполезно когда вы подавите свой страх перед ошибками и повысите сопротивляемость неудачам вы станете неудержимы один из способов справиться с беспокойством по поводу неудачи составить список всего что могло пойти не так это поможет создать некоторую дистанцию между идеями и реальностью а также позволит вам проанализировать возможные результаты и найти решение если кажется что вы не справитесь с неудачи в одиночку вы можете попросить помощи у надежного человека который вас поддерживает нормально хотеть произвести более хорошее впечатление на окружающих и в заключении причина почему мы так сильно беспокоимся о других это наша потребность выжить нормально хотеть произвести хорошее впечатление на окружающих и в заключении причина почему мы так сильно беспокоимся о других это наша потребность выжить ведь наше счастье и качество жизни зависит от качества наших отношений мы хотим быть на хорошем счету чтобы развивать и укреплять отношения с другими людьми. Но важно также научиться подавлять внутреннюю состенчивость. Это позволит вам найти место для действительно важных вещей и поможет вести счастливую и полную жизнь. Мы надеемся, что смогли дать вам небольшое представление о некоторых способах, которые помогут вам перестать слишком сильно полагаться на мнение других людей. А у вас есть такая склонность? Дайте нам знать в комментариях снизу. Не забудьте нажать на кнопку «Нравится» и подписаться на канал. Поделитесь этим видео с теми, кто слишком много беспокоится о мнении других людей. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, нажмите колокольчик. И как всегда, спасибо за просмотр. Увидимся.